И снова доброе время суток, уважаемые мамы и, надеюсь, папы тоже. Мы с вами продолжаем разговор по поводу инфекции. И сегодня мы поговорим еще про одну инфекцию, достаточно тяжелую и очень своеобразную инфекцию, которая, вот в прошлый раз я вам говорил про дифтерию, что вы столкнетесь с ней крайне редко. То по поводу этой инфекции я могу сказать, что вы сталкиваетесь с ней гораздо чаще, чем вы думаете. Мало того, я думаю, что достаточно большое количество и детей, и взрослых этой инфекции переболевают, но диагноз не ставится правильно. Речь идет об инфекции, которая называется коклюш или коклюш. Иногда так ударение ставят, так ударение ставят, это не принципиально. Поэтому на это не надо обращать внимания. Обращать внимание надо на то, что эта инфекция вызывается возбудителем коклюшной палочкой. Тоже микроб, не вирус. Палочка передается воздушно-капельным путем, через дыхательные пути от больного к здоровому и от носителя к здоровому. И коклюшом болеют практически все категории людей, не только дети. И в отличие от, скажем, других инфекций, когда мы проходили с вами инфекцию, вызывающую сыпь, типа ветрянь, краснухи, я всегда говорил, что дети переносят достаточно легко, а вот взрослые болеют очень тяжело. Коклюши наоборот. Взрослые переносят это легко и практически, даже не обращаясь к врачу, практически справляются с этим сами. Когда я буду рассказывать вам клинику, вы поймете почему. А вот дети переносят очень тяжело, причем чем ранний возраст ребенка, тем тяжелее и тем опаснее эта инфекция. Что же это за зверь такой, коклюш, и почему это вот так протекает? Дело в том, что основной клинический симптом коклюша – это кашель. Вот. И кашель непростой. Кашель достаточно своеобразный. Во-первых, он приступный. То есть вот когда мама рассказывает доктору о том, как протекает кашель у ребенка, потому что пока доктор смотрит, приступа может не быть, и ребенок вообще не кашляет. То мама говорит, что вот он как бы начинает, 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 и он заходится. И вот этот вот приступ кашля ничем невозможно остановить. Вот пока ребенок вот он заходится, он кашляет, кашляет, он не может дышать, он синеет. И вот что характерно для коклюша, в отличие от другой инфекции, для коклюша очень характерно своеобразное дыхание во время приступа кашля. Вот сейчас я изображу, и вам будет понятно. То есть это кашель – это диагноз, который можно ставить по телефону, если слышишь, как ребенок кашляет. Вот это выглядит примерно так. Вот ребенок закашливается, а потом идет вот такой звук. То есть ребенку тяжело вздохнуть. И вот этот вот – это очень характерно для коклюша. В принципе, такое бывает при состоянии, которое называется ложный круп или стеноз гортани. Но в чем отличие? Отличие в том, что при стенозе гортани ребенок дышит вот так, независимо от кашля. Есть кашель, нет кашля, он просто так дышит. А вот когда коклюш, то вот такое дыхание возникает только на высоте приступа. То есть начинается он спокойно, просто с нормального кашля. Потом это нарастает, нарастает, и вот на высоте приступа, когда ребенок не может остановиться, он начинает вот так вот дышать. Чем опасен коклюш? Коклюш опасен тем, что вот коклюшная палочка поражает участки коры головного мозга. В каком смысле поражает? Она очень сильно возбуждает и перевозбуждает качлевой центр коры головного мозга. Соответственно, процессы кровотока, особенно это тяжело переносится, детям, у которых повышено внутричерепное давление. То есть дети с какими-то видами родовой травмы, дети с какими-то видами, с какими-то особенностями, связанными с головным мозгом, особенно это опасно. И вот очень тяжело переносится детям, у которых есть какая-то эпилептическая или эпилептиформная активность. Не обязательно эпилепсия, просто повышенная возбудимость коры головного мозга. Вот коклюшная палочка, она убийственно на эти моменты действует, потому что головной мозг сразу вот он пух. Он как бы не взрывается в буквальном смысле, но давление повышается резко. Иногда бывают ситуации, что он не способен это удержать, вот это вот возбуждение. И могут возникнуть осложнения. Особенно это характерно, тяжело переносится детям раннего возраста. Коклюш может возникнуть, в отличие, скажем, от ветерянки и краснухи, у детей, особенно если мама не привита от коклюша, была до беременности. Я не говорю про беременность, а вот до беременности, если у мамы не было прививок, не было иммунитета, то ребенок может заболеть буквально с первых дней жизни. А вот теперь смотрите. Взрослые переносят легко. Ну, кашляет и кашляет. Ну, подумаешь, у взрослых нет вот такого дыхания. У взрослых просто преступный кашель. Теперь, как говорится, поднимите руки. У кого никогда не было вот такого преступного кашля, который мы относили к бронхиту, к аллергическому кашлю, там вообще непонятно какому кашлю и так далее. Я думаю, что, ну, если из количества, которое меня слышат, поднимут руки один-два человека, может быть, это будет и хорошо. На самом деле, практически каждый такое переживал. А вот теперь, как говорится, поднимите руки, кто уверен, что это был не коклюш. Вот я думаю, что вот это уже точно никто не поднимет, потому что непонятно. Мы не сдаем анализы, мы не проверяем. Иногда даже и к врачу не идем по этому поводу, даже чаще не идем к врачу. Ну, покашляли и покашляли. На самом деле, палочка коклюшная, она затухает через где-то 3-4 недели. Она не исчезает, она превращается в носительство. И вот кашлевой центр коры головного мозга, он перевозбуждается. И вот такие взрослые люди говорят, вот стоит мне там простудиться, стоит у меня там появиться насморк, я моментально начинаю кашлять. Что это такое? Это повышенная активность кашлевого центра. С чем это связано? Это может быть связано с тем, что коклюшная палочка присутствует и благополучно заражает всех подряд. Либо человек перенес коклюш, ну, вылечился, скажем, пропил те же антибиотики, там только лечил он не коклюш, а бронхит какой-нибудь, да. Вот он антибиотики пропил, коклюшная палочка задавилась, а кашлевой центр он возбуждал. Человек не заразный в этот момент, он просто кашляет часто и долго. И очень сложно это вылечить. А вот если человек не пролечился и выделяет коклюшную палочку, вот он является источником заражения. И вот в этой ситуации, в отличие, скажем, и дифтерии, вы уже понимаете, что встреча ребенка любого возраста с больным коклюшом взрослым очень велика. Но, да, есть вакцина. Эта вакцина, вот она вводится вместе с дифтериной, называется вакцина АКДС, анотоксин дифтерийно-коклюшный и столбнячный. Столбняк еще туда добавляется. И вот коклюшный компонент в этой вакцине, есть вакцины от дифтерии и столбняка без коклюшного компонента они более легкие. И вот проблема, увы, заключается в том, что коклюшный компонент этой вакцины, он придает вакцине вот эту вот тяжеловесность, которая, ну, скажем так, довольно часто вызывает реакции организма. И здесь мы ничего не сделаем, потому что коклюшный компонент, вакцина очень тяжелая для ребенка. То есть вероятность осложнений, ну, скажем, у ребенка нездорового, она достаточно высока. Вероятность осложнений от коклюша практически у ребенка с нездоровой корой головного мозга практически стопроцентная. Поэтому здесь, да, вот дилемма, да, очень сложно решить, что делать. И опять же, я вам ничего не рекомендую, я вам ничего не навязываю. Я вам рассказал ситуацию, я вам рассказал клиническую картину того, с чем может столкнуться ребенок, вероятность этого столкновения, и решение принимаете вы сами. Единственное, что я могу сказать очень четко, что прививку вакцины дифтерина, как коклюшно-столбнячна, должно осуществляться ребенку, который абсолютно здоров не в плане его фонового заболевания, а в плане заболевания простудного. Должен пройти где-то месяц, чтобы ребенок не болел простудными заболеваниями, потому что детям с насморками, детям с кашлями, дети, которые только что переболели, скажем, там, кищечной инфекцией или какой-то вирусной инфекцией, прививки делать нельзя вообще в принципе никакие. Иммунитет должен восстановиться. Это берет где-то 3-4 недели. Поэтому вот, когда ребенок, ну, помимо своего какого-то основного состояния, абсолютно здоров, вот тогда можно рассматривать прививку. Опять же, вы решаете сами, насколько проводите анализ и определяете важность прививок. Почему я уделяю столько времени прививкам? Потому что эта тема постоянно муссируется среди родителей. Постоянно я встречаю какие-то, ну, вот, иногда совершенно, ну, простите меня, дурацкие умозаключения, говорящие о том, что люди, которые эти умозаключения публикуют в интернете, они плохо понимают, о чем они говорят. И вот здесь вы определяете еще раз сами. Моя задача – объяснить вам, вот цель моя, которую я себе поставил, вот в нашем центре вместе с Давидом, цель – объяснить вам проблему, вот, что может быть, что, так сказать, не может быть, и вам принимать решение. Почему? Потому что за ребенка отвечаете вы, и, к сожалению, он не может принять решение адекватное, поэтому за него решаете вы. Но, чтобы принять решение, нужно обладать полноценной и правильной информацией о проблеме. Вот эту проблему я до вас и доношу. И последние пару минут о еще одной инфекции, которая входит в состав этой прививки. Это инфекция столбняка. Здесь все несколько проще. Возбудитель столбняка, столбнячная палочка, она живет в земле и попадает в организм человека через поврежденный участок кожи. Таким образом, чтобы заразиться столбняком, нужно повредиться, порезаться, скажем, копаясь в земле, например, или, скажем так, проколоть ногу ржам, гвоздем, который находится в земле. Вот здесь, вероятно, заражение столбняком достаточно большая. Столбнячный анотоксин входит в состав этой прививки, но практически всегда, когда есть раны, вводится дополнительный столбнячный анотоксин, вводится отдельный укол. То есть, это надо делать быстро. Поэтому, ну, скажем, значимость прививки от столбняка, ну, для детей, она, ну, скажем, актуальна настолько, насколько вот есть опасность ребенку пораниться, вот ковыряясь в земле, причем неважно, насколько она там чистая, стерильная, столбнячная палочка всегда практически в этом деле присутствует. То есть, здесь частота земли не имеет значения. Поэтому, опять же, вот вы определяете, столбняк заболевание смертельное в 100% случаев. Оно на сегодняшний день не лечится. Это заболевание нервной системы, вызывающее судороги мышц, в том числе мышц дыхательных, и больной очень быстро погибает от остановки дыхания, от остановки сердца. Фактически, токсин столбняка, яд парализует мышцы. Вот, человек, мышцы перестают двигаться, мышцы становятся в таком очень мощном тонусе, и дыхательная система перестает работать, и сердце тоже останавливается. Поэтому, да, понятно, соответственно, да, не испытывайте судьбу. Вот. Ну, и в последующих встречах мы поговорим об инфекциях кишечных, коснемся, и, в общем, ну, так скажем, достаточно бегло мы с вами освоим вот раздел инфекционных заболеваний у детей. Я думаю, что вы меня услышали, будете думать. Мы всегда готовы, специалисты нашего центра всегда готовы вот прийти к вам на помощь с точки зрения консультации, с точки зрения советов. Пожалуйста, обращайтесь. Всего доброго. Берегите себя, берегите своих детей, и с наступающим Новым годом.